ЛДПР выдвинула Виктора Бута в депутаты ЗАГСобрания Ульяновской области. Бывшего оружейного барона выдвинули на территориальной группе номер 10. Бут – первый номер в этом списке. Напомню зрителям, что Бут – бывший владелец авиакомпании РЧС Либерия. Его подозревали в поставках оружия и боеприпасов в страны третьего мира в обход санкций. В 2008 году его арестовали в Таиланде и обвинили в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Через два с половиной года Бута экстрадировали в Соединенные Штаты, где в 2012 году суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. В декабре 2022 года Бута обменяли на американскую баскетболистку Бритни Грейнер, приговоренную в России к 9 годам колонии за провоз жидкости с гашишным маслом в Россию. История потрясающая, и в принципе депутатское кресло постепенно превращается в синекуру для международных уголовников. Виктор Бут – это не первый человек, который проходит через эту процедуру. Напомню, что убийца Литвиненко точно так же сейчас является депутатом ЛДПР. У ЛДПР вообще довольно такой интересный сейчас депутатский состав. И вот Виктор Бута, когда его только-только обменяли на Бритни Грейнер, когда он только-только вернулся в Россию, я у себя в Твиттере писал, ну все, ждем, когда из него сделают депутата. Ждать пришлось недолго. В общем, достаточно по знакомым лекалам действует Кремль. Уже отработанная механика, отработанная схема, что если вы совершите какое-то международное преступление, если вы попадете в рамки американцев и будете там молчать, то своих, а Бут, очевидно, является для режима Путина своим, своих он обязательно вытащит из передряги и потом наделит какими-то государственными привилегиями. В общем, бандитское государство и самые опасные по заверениям Соединенных Штатов и СМИ, самые опасные торговец оружием в мире, встает на путь депутатства от Либерально-Демократической партии России. Патри Саюченко.